Новосибирский симфонический оркестр сегодня утром вернулся из столицы. Коллектив выступил на одной из лучших площадок страны в концертном зале «Зарядье». Оркестр очень хотел побывать там в свой юбилейный сезон, и свидание с Москвой состоялось. Как принимали наших музыкантов, расскажет Алексей Кудинов. Новосибирский симфонический оркестр в этом году отмечает 65-й день рождения. Концерт в Москве открывает целую череду юбилейных событий. Кроме того, это выступление стало первым после выхода из самоизоляции выездом оркестра за пределы области. В столице пока разрешена только 50-процентная рассадка, но и работу на наполовину заполненный зал «Зарядье» большая ответственность. Мы с вами находимся на одной из самых знаменитых, на одной из самых прославленных площадок нашей страны. Это концертный зал «Зарядье», который был построен совершенно недавно по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Все слушатели оценили ту уникальную акустику, которая есть в этом зале, где слышно практически с каждого места всем слушателям. В «Зарядье» новосибирский коллектив исполнил серенаду для струнного оркестра Чайковского и 11-ю симфонию Шостаковича. Последний особенно важен для симфонического. Именно Шостаковича оркестр играл на своем самом первом концерте, а маэстро Томас Зандерлинг был лично знаком с композитором и дирижировал премьерами двух его симфоний в Германии. После концерта в «Зарядье» музыканты также отметили уникальную акустику этого зала. Оркестр звучал немного иначе, чем дома, а это всегда интересно. Это очень редкая акустика и появление, по-моему, любого коллектива в этом зале всегда, во-первых, очень интересная, во-вторых, ожидаемая, в-третьих, очень щедрая в этом смысле акустика, приятно играть, приятно слушать своих коллег, приятно музыцировать. В общем, это то, что всегда музыканту не хватает. Замечательная акустика. Концерт стал частью масштабного проекта, посвященного 115-й годовщине со дня рождения Шостаковича. В этом году в «Зарядье» исполнят все симфонии композитора. Публика уже услышала Национальный филармонический оркестр с маэстро Спиваковым за пультом и Российский национальный оркестр с Михаилом Плетневым. Новосибирский коллектив, если судить по первым отзывам публики, в этой компании выглядел достойно. Долго отдыхать после поездки музыкантам, правда, не придется. Уже на следующей неделе в Новосибирске стартует Транссибирский арт-фестиваль, открывать который вместе с Вадимом Репиным будет симфонический оркестр. Алексей Кудинов, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok